Это и другие темы. Далее будем обсуждать с нашим следующим гостем. К эфиру Фридема присоединяется Анзор Масхадов, сын бывшего президента непризнанной Чеченской республики Ичкерии Аслана Масхадова. Здравствуйте, Анзор. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Давайте обсудим вот с вами этот сюжет. Как видим, Путин продолжает отправлять всех и вся на фронт. Ну и главная его цель, конечно же, усидеть на своем троне. Вот, Анзор, здесь ведь важно подчеркивать, ну, говорить, что Путин продолжает устраивать этнические чистки. Как вы объясните эту тактику российского диктатора? Спасибо за вопрос. То же самое они делали и у нас в Ичкерии, когда шла война. Также они пытались отправлять на войну башкиров, татар и других национальностей. Мало было таких, которые были там из Москвы или Санкт-Петербурга, с Ростова. Вот, и я абсолютно с вами согласен, что это какая-то этническая чистка. Им легче, чтобы на войне умирали там чеченцы, ингуши, там татары, башкиры, казахи, там все, но не русские. Я помню 99-й год, когда российские чиновники и генералы открыто на российских телеканалах говорили, что почему должны умирать русские, пускай чеченцы сами воюют между собой. То есть во время Второй русско-чеченской войны. И их цель была такая, чтобы сохранить русских и чтобы мы, чеченцы, воевали между другими. То есть имелось в виду Кадыров и наши вооруженные силы. Вот была такая хитрая задумка. Вот такая же хитрая задумка сегодня используется Путиным в Украине. Аналитики Американского института изучения войны считают, что конфликты на этнической почве могут поставить под угрозу целостность российской обороны во время украинского контрнаступления. И вот подобное уже происходит между частями 42-го гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил РФ, который воюет на запорожском направлении. В качестве примера аналитик приводит конфликт между мобилизованным из Северной Осетии Арсеном Тимираевым и российскими военными полицейскими 70-го полка, которые его избили. Анзор, что вы думаете, вот этот фактор, о котором пишут аналитики, насколько он может повлиять на ситуацию внутри российской армии? Повлияет. У них это всегда было. Конфликтовали, скажем, я помню, буряты, чеченцы, кадыровцы и другие тоже конфликтовали. И вы сейчас привели пример. Это у них было всегда. Я опять же вернусь в русско-чеченскую войну. Там тоже даже батальоны, полки между собой воевали. Друг друга обстреливали. Были конфликты. И сейчас это будет продолжаться в Украине. И, конечно же, этим российская армия, вот эти российские оккупанты ослабевают. Нет у них там единства внутри этой армии, которое есть у украинской армии. Поэтому большая разница. Я, кстати, помню, еще перед войной было много видео в том же Ютубе с российской армией, где снимали просто побоища, которые были в расположениях род. Где, например, русские воевали с дагестанцами. Дагестанцы как-то отстаивали свою честь, когда русские на них набрасывались со всяческими, скажем так, плохими словами. Это просто какое-то кровавое месиво было на самом деле. Это было еще до войны, это было до боевых действий. Мне кажется, что действительно там очень сильное внутреннее напряжение. Так оно и есть. И это напряжение сейчас повлияет на всю ситуацию. Может даже повлиять на всю ситуацию в Украине. Вот на контрнаступление, как мы сказали. Ну и мы видим, да, вот по сюжету, что буквально берут астербайтеров, которые имели неосторожность получить российские документы и заставляют их выполнять так называемый долг перед их новой родиной. И этих людей становится в подразделениях, судя по всему, все больше и больше. И они, мне кажется, они не хотят воевать. И тем более, что мне кажется, что вот попав в подразделения, их, кстати, тоже будут использовать на самых опасных направлениях и отправлять, вероятно, на те самые местные штурмы, на которые отправлял Пригожин своих зэков. Может быть и такое, да. Они могут это сделать, отправлять вот самые горячие точки, как они обычно делают, русские генералы. Кстати, вот стоит напомнить, что только лишь вот за минувшее лето, во временно оккупированном Мариуполе, произошло уже несколько перестрелок между кадыровцами и военными российской армии. Помним, что, ну, даже с большим количеством жертв. Да, я помню этот случай, помню, как, кажется, буряты были, вот не помню, буряты, вот эти кадыровцы воевали между собой, вот, и они не остановятся, они не остановятся, потому что там нет цели, там нет ничего такого, ни духа, ничего абсолютно. Людей просто погнали воевать, а воевать за что? Воевать зачем? Никто не сможет из них ответить на этот вопрос. Ну, почему? Кадыровцы, наверное, могут, судя по всему, потому Мариуполь, я помню, была информация о том, что они, как бы, там, отбивали друг у друга награбленное, да, граб награбленное. То есть, кто будет отвечать за вывоз металла, кто будет зарабатывать на такой теме, кто будет на такой теме. Война-то мало кого интересовала, интересовало мародерство, и, по-моему, именно на... Завод Ильича им дали, да. Да, завод Ильича, по-моему, дали на разграбление. И мне кажется, что вот здесь как раз и возникали конфликты, и дело все в деньгах, на самом деле, а не в каком-то патриотизме, в войне или еще в чем-то. Здесь, да, они могут это сделать. Да, помню, там, что-то они пытались разделить награбленные стиральные машины, телевизоры и так далее. Но грабить-то они умеют. Вот, кстати, в РФ готовятся к очередной волне мобилизации. Вот, по разным данным, на фронт хотят отправить еще несколько сотен тысяч мужчин. Мы помним, что в прошлом году, кстати, где-то вот в этих же числах, сентября, в разных регионах России проходили акции «Нет мобилизации». И самые активные были в Дагестане. Сейчас вот как-то все утихло. Как вы считаете, почему россияне до сих пор не проснулись и позволяют режиму просто их уничтожать? Потому что, во-первых, это Россия. В России они терпят все, что бы с ними ни сделали. Вот терпят и все. Их убивают, их там отправляют на войну. Им безразлично, если у них умирают сыновья. Вот помните, телефонные разговоры там были с семьями вот этих оккупантов. И вот чувствовалось вот это безразличие. Что вот их сын, они вот раз узнают, что их сын в Украине на войне. Но вот это безразличие чувствовалось. Им было все равно. Вы знаете, вчера был очень интересный перехват, который мы слушали. Там сын разговаривает со своей мамой. Причем разговор достаточно сложно было с первого раза понять, о чем они говорят. Потому что как сын разговаривает на матерном языке, так и мама ему отвечает на матерном языке. Но там прозвучали очень интересные вещи. И мама ему говорит, что вот, наверное, Путин всего не знает. И вот ей сын уже зло так говорит. Да все он знает, говорит. Если начнется эта мобилизация, то все против него же уже и попрут. То есть они же, видите, некоторые из них не боятся уже как бы в прямом эфире, не знаю, там по телефону. А говорит такие вещи. Ну да, вот они говорят, вот вы хорошо это описали. Это на их языке они разговаривали. Но каких-то недовольствий я вот не думаю, что что-то произойдет в России. То есть это одиночные пока могут быть такие выпады? Вот может быть такое. Помните, там в Дагестане кто-то взорвал военкомат, где-то выходили 10, 40, 50 женщин, устроили митинг, возмущались люди. Но чтобы массово это было, я в это не верю. Мы просто, мы помним это и мы видим это сегодня. Даже после всего, что произошло, они молчат. Вот, к примеру, помните, 99-й год, Путин взрывает дома в России. Они проглотили это. Путин утопил подводную лодку Курск. Да, он сказал, она утонула, да, я помню. Да, вот она утонула, он не принял помощь из Норвегии. Норвежцы могли спасти этих моряков. Он их утопил просто. И люди молчали, и будут молчать в России. А скажите, как вы считаете, затронет ли вот новая волна мобилизации Чечню? Как сейчас настроен народ, как там живет, который там живет? Я помню, что где-то с год назад, при прошлой там мобилизации, заявлял Кадыров о том, что Чечня там свою норму уже выполнила, да. Но, вероятно, все-таки затронет. И ситуации, что многие уже лишили своих родных, которые воевали против Украины, это может не очень понравиться людям. Мобилизация будет продолжаться, пока существует режим Путина. А вот насчет Кадырова я ничего не скажу, потому что это просто марионетка, он там ничего не решает. Решает Путин. Пока есть этот режим, будет продолжаться мобилизация, людей будут гнать в Украину, воевать. И это не остановится. А скажите, много ли мужчин вот сейчас спасается, бежит из Чечни в ту же Европу? Ведь именно в Европе сейчас проживает несколько сотен тысяч чеченцев, которым ранее пришлось уехать ради спасения своих жизней и жизни своих родных. Конечно, вот для нас чеченцев там чуть более за миллион. И мы сегодня конкретно и четко можем сказать, что половина численности нашего народа находится на чужбине. Из-за действий Путина, из-за войн, из-за этой мобилизации. И по сегодняшний день люди покидают республику, чтобы обезопасить себя и свои семьи. Вот чтобы избежать отправки в Украину. Они не хотят там воевать. Есть там какая-то часть кадыровцев, которые действительно идут, хотят идти в Украину. И пусть там найдут то, что они должны там найти. Но в основном люди уезжают и пытаются уехать. Да, сегодня сложно уехать из республики, там паспорт, виза и так далее. Как уехать в Европу тоже не очень легко-то. Но люди приезжают. Я, кстати, буквально недавно и вот за все это время много раз встречался с теми, кто приезжал оттуда. В одном из недавних интервью с нашими коллегами вы сказали, что для многих чеченцев второй родиной является еще и Казахстан. Именно Казахстан, советская власть была депортирована. Туда были депортированы и чеченцы, и ингуши в 1944 году. Это история вашей семьи, Анзора. История того же Кадырова-старшего, кстати. Напомним, что родители Ахмата Кадырова были депортированы. И вот сейчас о тех годах, о депортации, вновь говорят из-за российского учебника по истории для 10-11 классов. Солживая информация о том, что у чеченцев депортировали, потому что они были пособниками оккупантов. Что вы скажете о реакции Магомеда Дудаева, представителя парламента Чечни, соратника Рамзана Кадырова, который написал, что эти учебники будут изъяты, а вскоре отредактировал и свой пост, и слова об изъятии оттуда просто исчезли? Конечно же, в России это всегда так происходило. Насколько мы помним это, они искажали историю, они меняли историю. Например, те наши герои, которые воевали против русских оккупантов и погибли, они называют их сегодня врагами народа, террористами, бандитами и так далее. То есть на свой лад. Для нас это герои. А Даудов это предатель чеченского народа и, конечно же, он будет делать все, что скажет Кремль. Все, что скажут ему российские спецслужбы, Путин. И за этим, за искажением фактов стоит действительно Кремль. Они всю жизнь искажали нашу историю. Вот. И вопрос вот по депортации. Я помню, Кадыров говорил, несколько раз говорил, что чеченцы сами виноваты в том, что чеченцев насильственно депортировали. Или еще он добавил, что и даже воины, которые шли у нас, в этом тоже виноваты сами чеченцы. Вот так. Это уже оправдывание русских террористов. А как вы считаете, Кадырову не стыдно перед своими же живыми родственниками, перед памятью умерших близких, которые были жертвами сталинского режима? Конечно, не стыдно. Это видно по самому человеку. Я в действительности не называю его на самом-то деле человеком. Это предатель чеченского народа. Самый такой отвратительный. Ему не стыдно. Нет у него стыда, нет у него совести, нет у него чести. Ничего нет. Нормально, что есть у человека. Давайте с вами посмотрим следующее видео. В нем реакция правозащитников на так называемую, знаете, новую историю от Кремля и воспоминания тех, кто пережил депортацию. Авторы сегодняшнего текста в учебнике истории мало того, что безграмотные, ленивые, потому что не потрудились изучить материал по данной теме, но еще и сеют ненависть по национальному признаку в отношении депортированных народов. Вы, наверное, и не удивляетесь, да, что Кремль сейчас переписывает историю. Это касается и прошлого, и даже настоящего. Конечно, я абсолютно не удивляюсь. Знаете, это очень трагичная такая страница нашей истории. Это был тяжелый период для чеченского народа. И я помню, вот никогда за все время в нашей семье ни отец, ни мать об этом не говорили, про депортацию. Не знаю, когда я был маленьким, но в то время, наверное, как-то, чтобы уберечь меня от этого, скорее всего. Вот так не говорили всеми и другие наши старики, не говорили, не любили вспоминать это. Настолько тяжело это было им. Их отправили, назвали вот там разбойниками, бандитами, что чуть ли они людей не кушают, людоидами. И отправили в Казахстан. А казахи удивились, кого же нам везут. Потом увидели этих чеченцев, и казахи на самом деле отнеслись к ним, как подаваль. Приняли их едой, жильем, помогали им. Вот почему мы сегодня говорим, что Казахстан является для нас, чеченцев, второй родиной. Потому что казахи приютили наших предков и сделали все возможное, чтобы помочь им. И еще можно сказать, что, к примеру, у меня отец и мать родились в Казахстане тоже. Их родина получается. Анзор, давайте посмотрим еще один небольшой фрагмент из вашего видеоархива. На кадрах будет Ахмат Кадыров, который говорил о депортации чеченского народа и о том, что такое лицемерие. Мы собрались здесь, чтобы почтить день депортации наших отцов. 55 лет назад, не ставя их ни во что, посредством жестокого и бесчеловечного отношения в этот день выслали наших отцов. Их выслали православные русские. И войну принесли нам православные русские. И сегодня их приспешники занимаются здесь провокациями. На сегодня вы являетесь народной армией. Вы являетесь сыновьями своего народа. На вас сегодня возложено все. Огромная ответственность лежит на вас. Каждый из вас должен уяснить одно. В случае возникновения внешней угрозы на наше государство и народ, вы должны знать, что никто не имеет права отступить. Не должно быть среди вас таких, кто может допустить эту мысль. Отсутствие доверия – это один из признаков лицемерия. Как можно узнать лицемера? Его можно узнать по трем признакам. Какой он? Когда он говорит, то лжет, нарушает данные им обещания и не оправдывает доверие, оказанное ему. Анзор, вы знаете, вот в этом новом учебнике истории для российских школьников очень много цитат Путина, и в частности о войне в Украине. Вот вероятно, что слово Ахмата Кадырова о православных русских, которые принесли войну и устроили депортацию чеченского народа, там не решаться написать и не решились. Это ведь правда, которую лучше похоронить и утаить. Попытаются похоронить эту правду. На нас действительно напали русские. И мы можем точно сказать, что они приходили к нам установить свой самый грязный русский мир, который они пытаются установить в Украине. И попыток будет очень много, но сегодня у них это не получится. Да, когда-то это у них могло получиться, но сегодня нет, мы не позволим. Мы сегодня делаем всё возможное, чтобы сохранить вот эти факты для подрастающего поколения, чтобы они знали, что происходило, как происходило, кто виновен. И, кстати, насчёт этого лицемера, кстати, он сам про себя говорил. Он нарушил все вот эти рамки, и поэтому мы можем сказать, да, он лицемер, да, он был предателем чеченского народа. И я даже вот говорил когда-то, что это враг чеченского народа. Потому что много людей убитые вот именно по его вине, по вине Кадырова и вот второго тоже много чеченцев убито. Поэтому мы будем хранить нашу историю. Ну, если ещё разбирать речь Кадырова-старшего, он говорил вот о лицемерии, и в итоге стал предателем чеченского народа, равно как его сын, вы сейчас сказали об этом. А как вы считаете, а смог бы вот сам, ну, Рамран Кадыров предать сейчас Путина, или же вот благо и богатство всё-таки перевешивают на чашу весов? Знаете, вот все говорят, что он, Кадыров, относится к Путину как к своему отцу. Но если это будет касаться, скажем, его смерти, смерти Кадырова, то я думаю, он может предать и Путина. И ещё, кстати, там незакрытая тема по убийству его отца. Есть и такая версия, что он убил своего отца. Он как-то в какой-то степени виновен в том, что убили его отца. Может, сам подстроил, может, где-то там участвовал в этом. Получилось так, что глава службы безопасности Кадырова находится в такой самый ответственный момент, 9 мая на параде, находится в Москве в каком-то ресторане. То есть есть и такая версия. Он смог бы сделать, если бы это касалось бы его жизни и смерти. Хотели с вами обсудить и видео, которое опубликовал на днях Кадыров. Он абсолютно не стесняясь показал, как его сын приходит в СИЗО и избивает парня, задержанного якобы за сожжение Корана. И вот после этой публикации было невероятное количество реакций от адекватных людей. Ну вот российская пропаганда, все правоохранительные органы, все молчат. Песков сказал, я ничего не буду комментировать, вот потому что не хочу. Что вы думаете вот об этих кадрах, этих методах в 21 веке? И что они демонстрируют, что семейству Кадыровых вообще плевать на закон? Вот именно. Им плевать на все, на закон. Показывать, что в России нет... Россия это не какое-то правовое государство. Там нет прав и они не соблюдаются, как мы знаем. Но если правозащитники или какие-то чиновники молчат об этом, то они молчат именно потому, что они понимают, что за этим, за Кадыровым, стоит Путин. Что Путин разрешает ему это делать. Вот почему молчат все. На самом деле, это было бы очень глупо, очень даже низко. Пойти в тюрьму, в окружение каких-то там здоровых ребят. И избивать вот того беспомощного фамилию. Помню, Журавев, кажется. Это может сделать любой. В наручниках, не просто беспомощного, в наручниках человека. В наручниках. Отправь сына своего в Украину, например, на фронт. И пускай там показывает свой героизм кадыровский. А это они, знаете, в этом они мастера. Они также избивали женщин. Также избивали стариков. Очень много фактов. Вот даже вот буквально недавно я говорил, приводил пример, что в их двор, в двор Кадырова приводили молодых ребят. Тоже наручников. И на глазах у всей семьи Кадырова избивали вот этих молодых ребят. Потому что кто-то носил бороду, кто-то одевался не так. То есть все должны одеваться и носить бороду так, как носит Кадыров, к примеру, сегодня. Вот. Избивали, ломали, убивали. Прямо перед глазами своей семьи. Это кадыровцы. Ну и знаете, вы правильно сказали о том, что все молчат там силовики, все боятся что-то сказать. Но это не добавляет им любви к тому же Кадырову. И судя по всему, как говорили, что башни Кремля, все эти так называемые, они его очень не любят. И вот он держится фактически только на пути. Не будет Путина, а говорят, не будет и Кадырова. Да, так и есть. Все ждут, чеченцы ждут, когда уйдет Путин. А не то, что когда уйдет там Кадыров, когда с ним что-то случится. Потому что понимает, что уйдет Кадыров, вместо него придет такой же Кадыров. На самом деле все держится на Путине. Вот кого мы ждем, который уйдет. Мы тоже все это очень ждем. И вооруженные силы Украины помогают нам в этом. Я думаю, что скоро все это увидим. Украина будет свободной. И чеченский народ будет свободен. Вам спасибо. Спасибо за то, что вышли на связь. За этот интересный разговор. Я напомню зрителям. Анзор Масхадов, бывшего президента Чеченской республики Ичкерии, Аслана Масхадова, был с нами на связи. Благодарю. Благодарю.